Смотрите в сегодняшнем выпуске. Когда свет дойдет до Крыма, полуостров обесточен уже третьи сутки. Гражданскую блокаду узаконят. Президент Украины поручил премьеру прекратить все торговые отношения с оккупированным полуостровом. Украинский статус в российской тюрьме. В МИДе Украины признали Александра Костенко политзаключенным. Все о росписях Ной. В Киеве проходят мастер-классы для поклонников крымско-татарской культуры. В ночь на воскресенье 22 ноября Крым был полностью обесточен в результате повреждения в Херсонской области опор линий электропередач, поставляющих электроэнергию на полуостров. Окупационные власти Крыма и Севастополя объявили в регионах режим чрезвычайной ситуации. А в понедельник призвали крымчан готовиться к длительным проблемам. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив. А то есть 22 декабря. Правительством еще Российской Федерации все шаги предпринимаются для того, чтобы подать электроэнергию в установленном порядке. Понедельник, 23 ноября, Ксенов объявил выходным в Крыму для всех, кроме республиканских и муниципальных учреждений. Школы и детские сады полуострова закрыты на вынужденный выходной. Энергоснабжение больниц производится при помощи дизельных генераторов. Однако там возникла проблема с водой. Из-за перебоев со светом ее приходится подвозить. Ажиотаж наблюдается на крымских автозаправках. Во многих из них уже закончились отдельные виды топлива. Там выстроились часовые очереди. Крымчане скупают топливо впрок и для автомобилей, и для генераторов. Отсутствие электричества также остановило работу магазинов крупных торговых сетей. А в тех, которые продолжают работать, огромные очереди. Люди скупают все, что есть на полках. Однако на настроение крымчан перебои с электричеством не повлияли. Мы попросили жителей полуострова оценить сложившуюся ситуацию. В большинстве крымчане в проблеме обвиняют Украину. И уже привычно. Готовы терпеть. Даже мы не переживали ни за холодильники, ни за что. Так что ничего страшного. Перетерпим. Правильно? Это временно. Все временно. Все возобновится. Все сделается. Все будет хорошо. Очень отрицательно отношусь. Поступили они неправильно. Именно, наверное, чисто по-хохлядски. Нельзя так. Нельзя им так по надкусию. Но я думаю, что лишь бы мир был на земле. Мы рады, что у нас здесь мирно. И мы все переживем. Поэтому ничего страшного нет. И довольны, и недовольны. Всегда нас, наш Крым, наша Россия без света не оставить. Неудобства. Ничего. На все привыкли. Бывает, свет не бывает. Ну, еще мы на свет не жаловали за сих пор. Только вчера два дня немножко свет не было. Сейчас опять свет установили у нас. Очень хорошо. Ну, моя оценка какая. Ну, как говорится, все в стране нормально. Мы это потерпим, что нет света. Мы привыкаем к этому. Это же неправильно. Я сам украинец. Живу в Крыму 46 лет на этом месте. Это полнейшее безобразие. Это сделали на свою голову. Вы знаете, как есть поговорка. Русские не здаются. Было у нас, как говорится, тяжко за все эти годы, пока мы были, так сказать, под Украиной. А сейчас ничего. Дядя Вова нас в обиду не даст. В настоящее время энергосистема Крыма обеспечивается электроэнергией за счет собственной генерации. Однако в российском МЧС уже сообщили, что запасы горючего для крымских электростанций на исходе. Их хватит на три дня. Не менее сложная ситуация и в Севастополе. Там из-за отсутствия света остановились троллейбусы, отключены уличное освещение и рекламные носители. Окупационный губернатор города также просит горожан готовиться к худшему. Еще раз хочу обратиться ко всем севастопольцам. Не надо поднимать ажиотажа. Не надо впадать в панику. Самое главное еще раз сохранять спокойствие. И работать в нормальном режиме. Тем временем украинские власти пока не могут сказать, когда возобновится энергоснабжение полуострова и ряда регионов в Херсонской области, которые тоже пострадали в результате подрыва опор. Министр энергетики и угольной промышленности Украины заверил, что ремонт поврежденных линий электропередач станет возможен только после доступа к ним ремонтных бригад. Украинские власти пока не договорились с участниками гражданской блокады Крыма о допуске ремонтных бригад поврежденным линиям электропередач. Если удастся достичь компромисса, на ремонт поврежденных линий и возобновление энергоснабжения по подсчетам Минэнерго понадобится около пяти дней. Украинские власти намерены прекратить все торговые отношения с оккупированным Крымом. Президент Украины Петр Порошенко поручил премьер-министру обеспечить блокирование товарооборота с полуостровом, а также грузовое, транспортное и железнодорожное сообщение с ним. Письмо в адрес Арсения Яценюка обнародовала пресс-служба главы государства. В связи с обострившейся ситуацией на админгранице с Крымом премьеру поручено создать рабочую группу по изучению вопроса прекращения всех торговых отношений и транспортных сообщений с полуостровом. Напомним, поставки украинских товаров и продуктов в Крым на админгранице уже два месяца блокируют гражданские активисты. Поручение Порошенко о прекращении торговых отношений с полуостровом является первой публичной реакцией украинских властей на происходящее. И по сути означает узаконивание акции. В Министерстве иностранных дел Украины признали политзаключенным активиста Евромайдана крымчанина Александра Костенко. Это произошло после того, как он был незаконно осужден оккупационным судом в Симферополе и переведен в исправительную колонию города Киров-Чепецк Кировской области России. Об этом сообщил адвокат Костенко Александр Сотников на пресс-конференции в Киеве. По его словам, этого удалось добиться только на финальном этапе дела и лишь из-за того, что Костенко был переведен для отбывания наказания в Россию. Как сообщили нам в консульском отделе МИД Украины, у моего подзащитного изменился статус. В силу того, что его отправили в исправительную колонию, уже когда на данной стадии дело практически завершено, консульский отдел МИД Украины решает заняться этим вопросом. Напомним, Костенко был осужден за нанесение телесных повреждений сотруднику Беркута во время Евромайдана в Киеве, а также хранение частей огнестрельного оружия. Изначально он был приговорен к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы, затем срок сократили на 3 месяца. Сотников сообщил, что в ближайшее время ожидается рассмотрение жалобы Костенко на отказ в возбуждении уголовного дела по факту применения к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ, майора Андрея Тишенина и капитана Артура Шамбазова, ранее служивших в СБУ и переприсягнувших после аннексии Крыма. Жалобу рассматривает Крымский гарнизонный военный суд. На очередном заседании планируется заслушать по скайп-связи потерпевшего Костенко. Суд состоится 25 ноября. Я считаю, это заседание беспрецедентное, где Костенко, которого пытали, непосредственно сможет встретиться с людьми, которые проводили пытки и, что называется, в лицо предъявить им свои обвинения. Факт применения сотрудниками спецслужб пыток в отношении Костенко также оспаривается и в касационной жалобе защиты политзаключенного. В ней также говорится о незаконности вынесения приговора Костенко российским судом. Предельный срок рассмотрения документа истек в понедельник, 23 ноября. Однако никакого ответа о ее рассмотрении или отказе адвокат пока не получил. Вместе с тем, на данный момент Сотников совместно с правозащитниками Украинского Хельсинского союза готовит жалобы по делу Костенко в Европейский суд по правам человека. Все о крымско-татарской росписях Ной, ее тонкостях и премудростях. Теперь может узнать любой желающий. В Центре культуры и ремесел Тамга в Киеве стартовал первый семинар в рамках школы крымско-татарской росписях Ной. Участники из Симферополя, Львова и Киева слушали лекцию заслуженного художника Украины Мамута Чурлы о знаковости символов в искусстве. По его словам, каждое изображение имеет четкое значение и определение, а их комбинация превращается в мощный оберег. Орнамент – это зашифрованное послание предков из глубины веков, которое помогает потомкам не только помнить свою культуру, но и духовно развиваться. По словам мастера, киевляне давно любили традиционные крымско-татарские изделия, а в последние полтора года интерес к ним только возрос. Мы делаем это целенаправленно и предлагаем высокохудожественные образцы решения на основе изучения нашей культуры богатейшей. Интерес очень большой уже давно, потому что мы знакомы с киевлянами через множество ярмарок, пирогово, которые в городе проводятся, нас знают, нашу продукцию отмечают, любят и пользуются. Крымско-татарская роспись хной – это особый ритуал, во время которого невесте мудрые и зрелые женщины расписывали руки и ноги, как символ пожелания счастливой жизни, изобилия, семейного благополучия и детей. В процессе делились жизненным опытом и давали наставления. Сейчас древние традиции снова в моде, поэтому мастер-классы и пользуются такой популярностью, признаются участницы. Насколько я знаю, сейчас как раз возрождается вот эта прекрасная такая традиция, этот ритуал. У меня есть несколько знакомых организаторов в Крыму, свадебных обрядов, которые вот как раз на этом и специализируются. Они делают целые события из этого, со всеми сопутствующими элементами. И там и кофе варится, и какие-то танцы делаются. В общем-то, как раз то, что я хотела сказать, это то, что возрождается сейчас эта культура, действительно. Интерес к крымско-татарской культуре в последние несколько лет возрос не только в Украине, но и во всем мире. Например, в Киеве один из подземных переходов расписал по-крымско-татарски польский художник. А крымский художник Рустем Скибин рассказал о задумке американца. Сан-Франциско, вы, может быть, и видели. Он делает пейзажи, то есть работает в пейзаже. У него большой пляж на берегу океана. И он разрисовывает орнаменты на песке, разные орнаменты разных народов. И вот мне было очень удивительно, что он этим заинтересовался, нашим проектом. И он заинтересовался крымско-татарской культурой. И, возможно, мы этот проект реализуем так. Организаторы мастер-классов уверены, с помощью публичной демонстрации своего творчества возможно привлекать к нему широкий круг творческих людей. Это, по их мнению, позволит возродить культуру крымско-татарского народа и сделать ее популярной не только в Украине, но и за ее пределами.